здравствуйте дорогие телезрители и подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема смородина именно смородина а не кто-то другой вы должны все помнить что я говорю и сейчас я повторю еще раз и кое-что новое вам расскажу ну во первых хочу сразу ответить на все ваши вопросы в комментариях и на инстаграме вы все пытаетесь сделать так как вам удобно сейчас надо кормить растения они уйдут в зиму голодные им нужен калий и фосфор для того чтобы корни образовать это фосфор будет делать а калий чтобы заложить почки плодовые следующего года урожая так вы ж мои милые упрямые как не знаю а можно в сухом виде разбросать можно только это деньги на ветер растения ничего не получит понятно до 15 сентября кровь из носа в жидком виде суперфосфат через вытяжку то есть фосфор и калий даете желательно два раза всем кто уходит в зиму ну чё тут непонятного то значит и едем дальше сейчас конец августа что это означает а это означает что вы должны подходить ко всем своим кустарникам это смородины не красные не белые не розовые это смородина черная это крыжовник это растение которое слишком много выбрасывают побегов и они у них из-за того чтобы азот все время даете еще умудряйтесь сейчас залить все это своими бочками настоянными травой и прочим там удовольствием нельзя этого делать нужна прищипка понимаете называется это пинцировка это значит у каждой веточки вот эта верхняя почка точка роста должна быть удалена для того чтобы созрела древесина которая образовалась до прирост вот такой образовался за сезон она должна вызреть для чего это делается вы думаете что это все мои капризы что ли даву смородины спросите она вам объяснит коротко и ясно она не сможет с точкой роста заставить то есть получить все и вот именно в кору отправить для того чтобы рано весной в июне месяце когда она начнет трогаться в рост активно и будет прохладно и не дай бог еще дождей будет много она вся заболеет мучнистой росой и я все покажу как это делается вот эта ведерко у меня в руках не просто так там смородина моя любимая зеленая дымка моем любимом оранжевом ведерке вот вы хотите такую хорошую смородину посмотрите как она она даже вот эта сладкая она удивительная ягода вот сейчас начала немножко осыпаться ну знаете уже время пришло и сейчас покажу как надо сделать прищипку вот посмотрите видите вот это . роста все время из верхней почки развиваются листочки этот вырос пошел следующий надо остановить процесс нужно убрать точку роста это будет вот так выглядеть видите вот кстати сказать еще пытается тля завить макушке тут еще вообще кто-то сгрыз листок поэтому мы нежные вот эти листочки уберем чтобы у муравьев не было желания принести тлю вот смотрите закрученные видите а там уже тля вон она красотка а мы уберем все это дело и никакой тли видите вот теперь это эти все ветки и все нужно сделать каждую веточку это все получит хорошее питание они вызрюют и никогда не заболеют у вас мучнистой ростой не надо химические препараты примет кстати сказать я говорю закопайте по периметру да ой по кругу картошку мелкорезанную а вы мне пишите что ага придут мыши все сгрызут ну какие мыши глазки то вырежьте какие мыши то как они сгрызут им нафиг это картошка не нужно она же не растет она уже гниет там мыши чё идиоты что ли по вашему нет я тоже так думаю всего доброго и до свидания